Двигатели с турбонаддувом все активнее вытесняют атмосферники из производственной гаммы большинства автомобильных производителей Атмосферные дизели давно ушли в прошлое, а сегодня и бензиновые моторы легковых автомобилей все чаще оснащают турбокомпрессором В Европе бензиновые турбомоторы давно стали привычным явлением, да и у нас это уже не дикоминка Однако некоторые автолюбители таких двигателей до сих пор побаиваются Почему так происходит и стоит ли их опасаться? В нашей программе мы поговорим об этом с техническим специалистом компании JAK В модельной линейке которой совсем недавно появились автомобили, оснащенные полуторалитровым бензиновым турбомотором Кроссовер JAK S7 и лифтбэк JAK J7 Давайте для начала разберемся, почему у российских автомладельцев сформировалось настороженное отношение именно к бензиновым турбомоторам Ведь турбодизели никого не пугают Компания JAK выходит на рынок Российской Федерации с двумя новыми моделями Это лифтбэк JAK J7 и кроссовер модель JAK S7 Оба данных автомобиля оснащены моторами полтора литра с турбонаддувом Модель JAK J7 оснащена мотором полтора литра с мощностью 136 лошадиных сил Данный мотор имеет широкую планку крутящего момента в 200 ньютон метров в диапазоне от 2 до 4500 оборотов в минуту Бензиновые турбомоторы пользуются популярностью не только в Европе Китайские производители также широко применяют их в своих легковых модельных линейках В частности, компания JAK оснащает турбомотором свой новейший лифтбэк JAK J7 и кроссовер S7 Давайте рассмотрим этот двигатель подробнее Данный мотор разрабатывался совместно с австрийской компанией AWL Производителем двигателей для крупных мировых автогигантов Данный мотор сочетает в себе как традиционные и ставшие классикой решения Это привод газораспределительного механизма цепью, так и некоторые новшества Блок двигателя данного мотора полностью алюминиевый В этом он является дальним родственником моторов компании BMW Лифтбэк для российского рынка собирают в Казахстане А где находится производство двигателей? И, кстати, как мотор адаптирован к российским условиям эксплуатации? Данный двигатель полностью собирается в Китае на производственных мощностях компании JAK в городе Хафей В Казахстане происходит сборка из крупных узлов и агрегатов Данный двигатель с небольшими изменениями устанавливается и на автомобиле JAK S7 Кроссовер, который уже доступен на рынке Российской Федерации Благодаря изменению программного обеспечения было снято с данного двигателя 150 л.с. И оптимизированная характеристика для работы с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач Это говорит о том, что запаса прочности данного двигателя более чем достаточно даже для более крупного автомобиля Автомобили, оснащенные данным двигателем, прошли полный цикл испытаний на Дмитровском полигоне Адаптация данного двигателя к российским условиям не требуется Он готов работать в различных климатических зонах Но, как и для любого современного двигателя, здесь важно проводить вовремя техническое обслуживание И использовать бензин с октановым числом не ниже 95 Как и все современные двигатели, моторы компании JAK требуют качественного технического обслуживания И применение соответствующих расходных материалов Таких как масло с индексом вязкости 5W30 компании Syntec С характеристиками, соответствующими требованиям завода-изготовителя Что ж, пришло время перейти от теории к практике Наш JAK J7 в верхней комплектации, оснащенный вариатором Автомобиль большой по меркам своего класса Снаружи выглядит стильно, да и внутри все очень неплохо Отделка салона современная, посадка довольно удобная Особенно радует огромный экран мультимедийного устройства Он ориентирован вертикально, прям как у Теслы Получилось и практично, и красиво Заводим двигатель На оборотах холостого хода мотор практически не слышно К педали газа привыкать не нужно Реакция на нажатие плавная Поэтому ни на старте, ни на парковочных скоростях, ни в пробках рывков не происходит Маневрировать удобно Максимальная скорость, согласно техническим характеристикам, составляет 170 км в час Разгон до сотни не указан Но по ощущениям JAK J7 динамикой не обделен На трассе он не оказывается в отстающих Двигатель довольно тихий, даже при резких ускорениях звук не напрягает К тому же вариатор неплохо имитирует переключение ступеней Поэтому мотор не зависает на высоких оборотах, если как следует нажать на газ JAK J7 хорошо управляется Турбированный двигатель и вариатор отлично работают в паре Ускорение линейное, без ярко выраженной задержки в начале и излишне резкого подхвата Так что о наличии турбины под капотом непосвященный пользователь вряд ли догадается Автомобиль оставляет очень приятное впечатление Но не столкнутся ли покупатели с трудностями при обслуживании и гарантийном ремонте? На данный момент в России более 45 дилерских центров JAK И планируется открытие новых Проблем с обслуживанием нет На автомобилях, оснащенных данным двигателем Первое техническое обслуживание необходимо пройти на 3000 километров Последующее и дальнейшее техническое обслуживание происходит раз в 10 тысяч километров Гарантия на автомобиль составляет 5 лет, либо 150 тысяч километров Гарантия в полном объеме распространяется и на двигатель, установленный на этом автомобиле Все расходные материалы и запчасти на данные автомобили Для прохождения технического обслуживания и возможного ремонта Находятся на центральном складе компании JAK в России Ждать запчастей долго не придется Любые новшества всегда настораживали консервативных автовладельцев Однако прогресс не стоит на месте Сегодняшний автомобиль должен соответствовать строгим экологическим нормам При этом быть мощным, быстрым и экономичным Турбонаддув позволяет добиться сочетания этих противоречивых качеств Поэтому производители повсеместно применяют турбомоторы И давно справились с их детскими болезнями Так что опасения по поводу надежности таких двигателей Сегодня можно отнести к разряду мифов и предрассудков Вариаторные трансмиссии давно доказали свою надежность Сегодня автомобили, оснащенные вариатором, присутствуют в модельных линейках большинства популярных брендов Тем не менее, вокруг вариаторов до сих пор полным-полно предрассудков Они, мол, недолговечные, не любят больших нагрузок, шумные, да и плохих дорог не переносят Давайте разберемся, что же представляет собой современный вариатор на самом деле А поможет нам в этом технический специалист российского представительства Jack Motors Принцип вариатора основан на изменении передаточного отношения двух конических элементов Между этими коническими элементами заключен ремень И при изменении радиуса выбега ремня мы меняем передаточное отношение Таким образом, он позволяет гибко и плавно, без ступеней изменять передаточное отношение на коробке Собственно, это позволяет гибко менять скорость в зависимости от оборотов двигателя И в зависимости от необходимого режима работы автомобиля Перед нами вариатор бельгийской компании Punch, модель VT2 Данный вариатор не имеет гидротенсформатора А здесь применена многодисковая муфта Которая позволяет сохранить функционал гидротенсформатора Но при этом обладает повышенной экономичностью и дает защиту от перегрузок На конусах имеется специальное антиизносное покрытие Которое позволяет сохранить длительное время высокие эксплуатационные характеристики Больше всего сомнений у гаражных экспертов вызывает надежность ремня вариатора Давайте разберемся, насколько все-таки он долговечен На данном вариаторе ремень представлен металлической конструкцией С 450 наборными элементами, которые заключены между двумя рядами по 12 лент в каждой Данный ремень имеет направление вращения Это связано с тем, что при своей работе ремень направляет металлические элементы надлежащим образом Что позволяет увеличить пятно контакта с конусами Соответственно, уменьшить нагрев и увеличить коэффициент полезного действия данного ремня Также это положительно сказывается на ресурсе ремня Ресурс ремня при надлежащем уходе 250 тысяч километров Ну что ж, ресурс ремня, да и всего вариатора в целом, вполне сопоставим с ресурсом традиционного автомата Но это, наверное, только если ездить в размеренном темпе Ведь традиционно считается, что вариатор не переносит активное вождение Резкие ускорения ему противопоказаны К тому же при интенсивном разгоне двигатель зависает на высоких оборотах Так ли это? На обоих автомобилях нашего бренда применяется один и тот же вариатор Тем не менее, он обладает разным программным обеспечением Данный вариатор имеет спортивный режим, режим фиксированной выборной передачи и экономичный режим Также наши вариаторы оснащены программным обеспечением, которое позволяет имитировать работу обычной автоматической трансмиссии Если человек использует агрессивный стиль вождения, вариатор будет постоянно поддерживать значение оборотов двигателя на повышенном режиме Трансмиссия же будет использовать более низкопередачные отношения, что позволит увеличить крутящий момент на колесах и резко ускоряться Если человек предпочитает спокойное экономичное вождение, то программное обеспечение позволит работать в вариаторной трансмиссии в режиме меньшего потребления мощности С поведением на чистом асфальте все понятно, проблем нет Но что делать, если к даче ведет грунтовка, которая по весне превращается в грязное месиво или проезд возле дома засыпало снегом? Многие автовладельцы убеждены, что вывести вариаторы из строя можно даже небольшой пробуксовкой Нет, сейчас это не так Прежде всего, хотел бы сказать, что именно данный вариатор оснащен многодисковой муфтой Которая позволяет, в отличие от гидроцентформатора, передавать крутящий момент вне зависимости от режима эксплуатации Таким образом, заезжая на препятствие, мы полностью можем заблокировать трансмиссию от воздействия с двигателем Что позволит сберечь ремень и другие механизмы Вариатор имеет очень широкий диапазон передаточного отношения от 2.41 до 0.44 Таким образом, вариатор может использовать пониженное передаточное отношение, которое поможет вам выбраться из легкого бездорожья Чтобы раскачать данный автомобиль, муфта полностью за доли секунды отключает вариатор Мы можем переключать режимы между реверсом и драйвом, не боясь повредить вариаторную трансмиссию Кратковременная пробуксовка на вариаторной трансмиссии допустима Тем не менее, вариаторные трансмиссии в основном устанавливаются на легковые автомобили Либо кроссоверы, которые в принципе не предназначены для покорения бездорожья Основная проблема на бездорожье – это охлаждение трансмиссии Данный вариатор от этого застрахован использованным принудительного охлаждения масла На автомобиле имеется масляный радиатор, который позволяет охлаждать масло В случае возникновения нештатных ситуаций на комбинации приборов загорается предупреждающий символ Трансмиссия переходит в бережный или так называемый безопасный режим Итак, мы выяснили, что бояться вариаторов не стоит Современные вариаторные трансмиссии при соблюдении условий эксплуатации надежны и долговечны Кстати, какого обслуживания требует вариатор VT2? Что с гарантией, запасными частями, дилерскими центрами? На автомобиле JAC моделей S3 и J7 гарантия составляет 150 000 км, либо 5 лет эксплуатации Эта гарантия без ограничений распространяется и на вариаторные трансмиссии Также она распространяется на все подводящие элементы и элементы уплотнений Раз в 60 000 данная трансмиссия требует замены масла и масляного фильтра При эксплуатации автомобиля в жестких режимах и режимах повышенной нагрузки Рекомендация по замене масла 40 000 км пробега Компания JAC автомобиль представлена более чем 40 дилерскими центрами Большинство из которых готово проводить техническое обслуживание и ремонт данных трансмиссий Запасные части в большинстве находятся на нашем складе Что позволит проводить обслуживание и ремонт своевременно Ну что ж, современные вариаторы, как и любая другая сложная высокотехнологичная система Не любят небрежного обращения А вот аккуратному водителю вариатор ответит долгой и безупречной работой Если строго соблюдать технические регламенты и требования к обслуживанию То сегодня уже не важно, какой тип автоматической трансмиссии Обеспечивает вам комфортное вождение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok